У Мирницев нет проблем с трудоустройством, особенно тех, кто хочет работать в подразделениях Алроса. На форуме работников компании об этом рассказал генеральный директор Сергей Иванов. В Алроса открыты вакансии, все активы работают на полную мощность, а значит, нужны рабочие руки. У нас большое количество вакансий. Мы сначала кое-какие вакансии подсократили в марте-апреле, но потом поняли, что нам не нужно настолько снижать подготовительные работы на следующие годы. Мы часть вакансий вернули даже за последние несколько недель. Поэтому скорее здесь вопрос о необходимости заполнения тех вакансий, которые существуют. Впервые вопросы о возможных сокращениях и простоях прозвучали на собраниях коллектива в феврале-марте текущего года. Тогда еще было непонятно, какое влияние окажут санкции на производство. Сейчас в компании с уверенностью говорят, сокращения, простои и укороченные рабочие дни не актуальны. Новые рабочие места даст и дальнейшее развитие производства. В Алроса ищут форматы восстановления рудника Мир. Мы здесь как и год назад, как и до санкций, так и сейчас смотрим на этот проект позитивно. И понимаем, что новых месторождений в мире алмазных не появляется. Это прекрасное подспорье для того, чтобы удержать нашу долю рынка. И, естественно, все это скажется, придаст новый импульс развитию района. Всего за 2021 и 2022 годы по группе Алроса планируется создать более 3700 рабочих мест. Работы хватит не только мирнинцам, но и жителям других регионов. Олеся Васёвым, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край».